Мы с моим мужем с детства знакомы, наши семьи дружили, и мы с детства любили друг друга. В одной школе учились, правда он мне старше на 5 лет. Когда-то он даже боролся там на стадионе, и среди всех голосов он слышал только мой голос и победил. После армии мы начали встречаться, и в принципе сразу же поженились. Мне было 16 лет, 16,5, даже раньше, 16,5 я уже родила. Потом родилась через 3,5 года вторая дочка. Потом третий сын уже в 2000 году. Мы хотели сына. Вроде бы все нормально, все хорошо, мы работали, воспитывали детей. Когда я забеременела с четвертым ребенком, хотя мы очень сильно предохранялись, и уже хотели там стерилизование сделать, он не поверил. Поэтому, что я беременна, он говорит, иди обратно в роддом, это не может быть такого, но мы же... И с того момента он начал. Я жду домой вечером, его нет. И так ни один вечер. Все время я на работе, я на работе, ты меня не отвлекай. Потом по ночам его не было, все, работала, работала. Родилась дочка инвалид, детский церебральный паралич. Его еще меньше дома можно было наблюдать. И мне со стороны уже друзья и все начали говорить о том, что он гуляет и его видят. А дети через какое-то время даже нашли, он оставил в компьютере, ну, на сайт, ну, свою страничку незакрытой. Вот, и дети прочитали это все и показали мне. Трехлетнюю переписку. Я сначала не верила ничему, как я могу поверить, когда я не пишу. И получилось так, что я нашла телефон, кем он гулял, и позвонила этой женщине. Когда я с ней поговорила, объяснила, что он женат, у него четверо детей. И после этого, когда он узнал, пришел домой, он устроил скандал и избил меня. Первый раз в жизни и очень сильно. Бил по голове, у меня сотрясение мозга. Я не обратилась в милицию, потому что у меня не сразу, мне стало плохо, только на третий день. И он испугался, повел меня сам к врачу. Нет, сначала скорую помощь вызову, потом со мной, после скорой помощи, к врачу, обследование, и все. Но еще, наверное, полгода я пошла еще вместе с ним, больше нет. То это вот и не было такое, что когда я родила этого ребенка больного, я 4 месяца вообще ничего не могла. Кесарево сечение, я потеряла много крови, у меня было, у ребенка крысление, у меня кровотечение. То есть я была никакая, не приготовить, кушать, не постирать, ничего. Еле за ребенком я смотрела, за одним, это маленьким. Хорошо, что дети постарше помогут. Это ему очень не нравилось. Как-то он пришел, денег мне перестал давать вообще, говорит, зарабатывай. У тебя есть профессия показывать на моей шее машинке, вот, вот, зарабатывай. Когда я просила, мне вообще-то нужно для детей, то-то, то-то, то-то. Денег нет, денег нет. Он привык так, что я все время работаю, работаю, с 15 лет работаю. И как бы это для него привычно, что я за машинкой сидела до 9 месяцев в беременности. Рожала, потом продолжала. И был такой момент, что я не смогла ничего приготовить. Картошка в мундирах. Единственное, что я могла встать и сварить картошку в мундирах. Он приходит с работы и видит вот это блюдо. А я лежу, уже и поздно было, я уже легла, дети спали. И он сидит перед компьютером, кушает и бросает меня ее. Говорит, что не могла ничего больше другого приготовить. Я говорю, я не могу, у меня сил нету даже, вообще ничего элементарное сделать. Да ты корова. А я поправилась после этих ротов. Те, обычно троих я рожала и всегда была. Как обычно. Ты корова, скоро тараканы будут лазить по тебе. А я плачу, и он видит, что я плачу, он еще больше надо мной. Когда я была беременная, он детей за что-то наказывал, ремнем бил. Я крикнула ему, что ты делаешь? И он рюкзак в портфеле детей школьный бросил в меня. Я успела увернуться, и он пал в бок. Я беременна с животом, у меня здесь синяк был. То есть это уже начиналось. Предпосылки были, а я сегодня обращала внимание. Первый момент, когда я поняла, что я жить с ним не хочу, и вообще он мне больно сделал. Это когда я шла в роддом с этим ребенком. Еще никто не знал, что он их болит, и что со мной такое случится. Я умирала, и ребенок умер. Он не хотел меня в роддом даже отправлять. Я говорю, мне плохо. У меня, кажется, схватки начинают. Ну, такие предвестники. Он говорит, вот у тебя есть дети, старшие, и есть они. Когда я туда пришла, мне сказали, что это... Ну, мне рано рожать, хотя было полтора недели до срока. Я его звала к себе в роддом. Говорю, поговори с врачом, надо что-то делать. Я чувствовала, что что-то со мной не то. А они ничего не делали. Они так смотрели на меня. Мужа нет рядом. Дети пришли. Они так на меня смотрели. Я говорю, я отблагодарю вас, они... Когда? Интересно. В итоге, через три дня, после того, как они меня в роддоме сохраняли, мужской беременности, у меня открылось кровотечение. То есть они не обследовали ничего. Открылась кровотечение, и я умирала. И ребенок украл. Но он, конечно, сразу же прилетел, у друзей подалживал деньги, и то, что нужно было там, лекарства, и все. Но вот тот момент, когда я от наркоза отошла, после операции, первая мысль была, что я с ним разведусь. Меня приводили в чувства, а я там себе думаю... А, мне говорили, дыши. Я потеряла дыхание. А я так себе думаю, что дышать мне так неплохо. А потом, когда я вспомнила, что у меня дома дети, то я очень сильно захотела дышать.